Евгений Ерин, начальник объединенного пресс-центра сил обороны Таврийского направления, присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня. Ну вот, российские оккупанты не прекращают обстреливать Херсоны. Сегодня в городе с самого утра не утихают взрывы. Какая сейчас обстановка и в городе, и в областном центре? Расскажите, пожалуйста, то, что можно. В Херсоне в последнее время постоянно сохраняется напряженная обстановка, постоянные обстрелы с разной интенсивностью. И все это производится оккупантами с целью запугать мирных жителей, посеять какую-то панику среди украинцев. И на данный момент каких-то либо оправданий и военных целей рядом с этими объектами обстрелов просто нет. И нет слов. А скажите, вот как правило, куда прилетают эти снаряды? Это и больницы, и жилые дома, и просто в скверы? Именно так. Именно в большинстве своем это являются объекты гражданской инфраструктуры. И школы, и жилые дома, и различные учреждения, которые не относятся никакой стороной к силам обороны Украины. И вот накануне российские военные расстреляли лодку с дачниками на Днепре, и там погибла женщина. Мы правильно поняли, что об эвакуации водным путем сейчас не может быть и речи, и лучше вообще на лодках не выходить сейчас? Скажем так, что ситуация напряженная по поводу прохода на лодках и иных плавсредствах на данный момент лучше такими способами не пользоваться. Почему? Потому что существует опасность проникновения каких-либо диверсионных разведывательных групп, которые под видом мирных жителей будут пробовать переправляться и так далее. Поэтому в данной ситуации лучше от этого воздержаться. Ракетчики и артиллеристы ВСО не продолжают выбивать оккупантов из прибрежной зоны на левом берегу Днепра. В течение этой ночи взрывы были слышны на объектах противника в Скадовском районе, в районе Голой пристани. Есть ли информация об ущербе и потерях врага? Информация об ущербе и потерях на данный момент еще пока устанавливается. Окончательных данных нет. Все окончательные данные будут обязательно в сведениях Генерального штаба. И все это будет показано и высадено, доведено до сведений общественности. Ну вот оккупационная администрация Каховки заявила о своем бегстве из города в село Тавричанка. Это в 60 километрах от города. И также, по сути, признались в мародерстве. Только у них это называется эвакуация материальных ценностей и исторического наследия на территории общины. Можете подтвердить эту информацию? Ну тут по данным разведки и по иным сведениям действительно уже давно идет такой процесс перемещения определенных групп гражданских в глубь территории. Также имеются различные сведения о том, что изымают оккупанты различные ценности у гражданского населения. И также пытаются и вывозят в глубь территории, куда она идет дальше. Тут уже сложно вам ответить. Ну все, что могут, да, воруют и вывозят. Скажите, вот Херсонские телеграм-каналы сообщают, что в Геническом районе российские военные провели очередную ротацию. И вот мобилизованных отправили на передовую в сторону Херсона, а кадровых военных отправили на временный отдых в Геническ. Можете подтвердить эту информацию? Ну именно по данному населенному пункту информацию я подтверждать, комментировать не буду. Я скажу, что постоянно на протяженности фронта идет плановая или позаплановая ротация личного состава и техники противника. На Арбатской стрелке в деревне Стрелковой на базе отдыха «Волна» российские оккупанты сделали вертолетную площадку для 15 вертолетов. И продолжают строить из аэродромных плит взлетную полосу для самолетов. О чем это говорит, скажите? Враг в последнее время занимается укреплением своих позиций, оборудует и лагеря. В том числе вполне возможно, что идет оборудование различных мест для авиации. С чем это связано? Это может быть связано с тем, что наши ракетные войска, артиллерия, а также авиация и беспилотники хорошо работают. И противнику уже не хватает тех мест, которые у них были. Или те места уже подвергаются обстрелам. Поэтому он пытается создать новые места для базирования авиации. Переселенцам из Херсонской области на Арабадской стрелке в селе Геническая горка оккупанты запретили проходить через пустые пансионаты на берег моря. Ну и сослались на то, что якобы берег моря заминирован и там опасно гулять. Но вот по непроверенной информации на берегу моря российские оккупанты разместили свои ПВО. Есть ли у вас такая информация? По размещению ПВО оккупантами эта информация проверяется. Смены их мест базирования постоянно происходят. А то, что оккупационные войска постоянно обмеживают действия наших граждан в районе своей зоны ответственности, это факт, да. И вот на мине под Херсоном подорвался автомобиль лидера женского ветеранского движения из Косово Адрианы Сусак. Она чудом выжила, но находится в крайне тяжелом состоянии. Какая сейчас ситуация с разминированием? Какую площадь территории вот уже обследовали специалисты? Специалисты обследовали порядка 1800 гектар, больше 1800 гектар. И около 560 километров автомобильных дорог. Но, чтобы всем было понятно, вероятность минной опасности, она сохраняется везде. Даже там, где пришли саперы, они могли пройти поверхностным осмотром, а где-то какие-то элементы, скажем так, прихованные мы могли оставить. Поэтому осторожность соблюдать надо всегда. Украинские защитники вывесили первый флаг Украины на левом временно оккупированном берегу Херсонской области. Вот на кадрах, я попрошу наших режиссеров показать, видно, что флаг закреплен на стреле речного портового крана. Поэтому украинский сил, он виден на сотни метров вокруг. Что могли бы сказать по этому поводу? По этому поводу я могу сказать одно, что силы сопротивления, они были, есть и будут. И левый берег, так же, как и правый берег, это Украина. Согласен с вами. Спасибо большое. Евгений Ерин, начальник объединенного пресс-центра сил обороны Таврийского направления, был на связи со студией.